Господа, а теперь теорема, которую я не доказываю. На самом деле подозреваю, что это просто хорошая олимпиадная задача. То есть, судя по ее формулировке, ничего такого сверхъестественного в ней не должно быть. Но, с другой стороны, давайте я напишу в надежде, что может быть или я, а еще лучше кто-нибудь из вас, когда-нибудь, это докажет. Теорема такая. Оказывается, есть явная формула, которая дает эту самую штуку. Значит, это число сочетания из 2К по 2 плюс число сочетания из Н минус 2К плюс 1 по 2. Это если число Н заключено от 2К до 4К минус 1. Целая часть Н квадрата делить на 4, если Н больше, чем 4К минус 1. И число сочетаний из Н по 2, если Н не превосходит числа 2К. Вот, ну, давайте обсудим. Давайте обсудим, что мы здесь знаем, что не знаем, и почему эта теорема на самом деле совсем не такая страшная, как кажется на первый взгляд. Господа, вот эта строчка верхняя означает простую вещь, что если у вас в графе 2К вершин или меньше, то в принципе не бывает 2К плюс 1 вершина, и поэтому никаких циклов быть не может, значит, надо брать просто все рюки подряд. Это и есть число сочетаний из Н. Замечательно. Теперь смотрим, что это такое. Если число Н от 2К до 4К минус 1, вот как здесь написано, в таком вот, не очень маленьком, не очень большом, то можно сделать такую штуку. Взять отдельно 2К вершины и соединить каждую из каждых полный граф на 2К вершин. И одну из этих точек, и здесь вот взять Н минус 2К точек, да, то есть вот здесь вот 2К, здесь Н минус 2К. Но при этом одну из точек соединить со всеми, и их между собой тоже все. То есть здесь брать полный граф на Н минус 2К плюс 1 вершина. И здесь полный граф на 2К вершина. Смотрите, почему это будет хорошо? Ну, понятно почему. Потому что вот эта вот некоторая перемычка, она такой перешей, да, не дает возможности пройти из одной компонента в другую. Здесь у нас не найдется 2К плюс 1 вершина, потому что даже если вместо Н подстоящее 4К минус 1, то здесь будет всего максимум 2К. То есть вершин не хватает. А через одну вершину цикл пройти не можно, потому что когда он пройдет, он назад уже не сумеет вернуться. Значит, такая конструкция реально существует. Ну и здесь, понятно, это тот самый двудольный граф. С одной стороны целая часть Н пополам, с другой стороны верхняя часть Н пополам. Вот. Таким образом оценку снизу мы знаем. То есть мы видим, что такие графы без циклов с 2К плюс 1 вершиной реально существуют. Вот здесь оценка сверху очевидная, потому что максимальное количество ребер. А дальше две интересные задачи. Вот эту задачу было бы очень здорово, если бы кто-нибудь решил для такого количества вершин. И, соответственно, заметьте, здесь какая ситуация. Как только вы для числа 4К докажете, ну, сразу у вас дальше получится. Кстати, интересный вопрос. В данном случае проверить вот эту формулу для случая, когда К равно 2. Давайте посмотрим. К равно 2, Н равно 6. Интересно, что нам говорит эта наука. Значит, К равно 2, Н равно 6. Действует число сочетаний из 4 по 2. Так, кстати, шестерка попадает на это? Да, попадает. Число сочетаний из 4 по 2. Плюс число сочетаний. Так, 6 минус 4 плюс 1. Это будет сколько? Из 3. Из 3 опа, да? Плюс число сочетаний из 3 опа. Это будет 6 плюс 3. Это будет 9. Ну, слушайте, что называется, нам повезло, да? Нам повезло. То есть, действительно, формула, именно формула 1. В общем, ребят, я, на самом деле, серьезно не думал на эту тему, но мне кажется, что это, в общем, задача достойная внимания, достойна того, чтобы над ней подумать и ее решить.